Всех приветствую на канале. И в этот раз я вас познакомлю с новой компактной безударной дрелью от Штурм. Модель ID21580K. Инструмент поставляется в картонной упаковке. Заявленная мощность 580 ватт. Скорость холостого хода регулируется от 0 до 3300 оборотов в минуту. Диапазон зажатия патрона от 0,8 и до 10 мм. Есть реверс. Пусковая кнопка оснащена фиксацией. В верхней части инструмента специальная клипса для крепления к поясному ремню. Средняя розничная стоимость модели 615 гривен или в пересчете 24,5 доллара. Гарантия 24 месяца. В комплектацию к инструменту входит комплект запасных щеток и инструкция. Штурм ID21580K на сегодняшний день, пожалуй, самая компактная из штурмовских электродрелей. Длина корпуса составляет лишь немногим более 220 мм. Невеликая масса. Всего-то 1197 грамм. Все вместе это позволяет довольно уверенно удерживать инструмент в руке. К качеству сборки претензий у меня нет никаких. Боковины корпуса прилегают очень плотно. Зазоры ровные. Для тех, кто планирует использовать инструмент в стойке для дрели, сделаю замер шейки. 43 мм. Для большинства стоек эта дрель подойдет. Понравилась пусковая кнопка. Очень чувствительная и понятная по усилию. Вдобавок есть на ней колесико регулировки оборотов. Америку данным решением не открыть. Но веду к тому, что здесь регулятор настроен грамотно и обороты можно выставить при необходимости, но совсем уже минимальные. Переключатель реверса прямо под пальцами. И хорошо, что выполнен кнопкой, а не флажком, который легко обломать. Сетевой кабель на дрели стандартный двухметровый ПВХ. С сечением 2х0,75 мм. Давайте проверим дрель на люфты. Люфты как продольные, так и поперечные на этой модели минимальны. Я бы сказал их почти нет. Что, учитывая небольшую розничную стоимость, даже удивительно. Проверим биение. Для этого у меня припасено 2хмм сверло. На глаз биение почти не ощутить. Здесь с ним полный порядок. Ну и теперь давайте попробуем дрель на практике. В роли заготовки металлический уголок толщиной в 5 мм. Для начала попробуем с предварительным рассверливанием 2хмм сверлом. Теперь продолжаем, но уже 5-мм. Как видите, трудностей с выполнением поставленной задачи не возникло. Далее сверлим отверстие без предварительного рассверливания. Сверло тоже 5-мм. И в этом случае все прошло как по маслу. Добавлю, что в деле вот такая дрель, благодаря хорошей развесовке и опять-таки небольшим габаритам, очень удобна. Инструмент полностью контролируется одной рукой. Впрочем, при использовании дрели ID21580K не забывайте о ее мощности. Конечно, в инструкции сказано, что максимально допустимый диаметр сверления по металлу для этой модели 10 мм. Однако это вовсе не значит, что увидев эту цифру, тут же надо зажимать в патрон толстенное сверло и без предварительного рассверливания, выжимая из инструмента все, на что он способен, сверлить отверстие в 6-мм металле. Штурм ID21580K не про это и не для этого. Козыри инструмента. Компактность, легкость, точность сверления, благодаря отсутствию ударного механизма и, как следствие, минимальным люфтам шпинделя. Плюс работает эта дрель весьма тихо, а вибрация, передаваемая на руку, невелика. Разбирается инструмент очень просто. Нужно лишь открутить крепеж и располовинить корпус. Ну и здесь несколько подробней. Сперва извлекаем щетки. Для этого надо подковырнуть пластмассовые щеткодержатели. Размер щеток 5 на 9 мм. На них есть специальная насечка, для лучшей приработки к коллектору. Теперь просматриваем ротор. Он не бронирован, но сделан очень достойно. Посмотрите, как здорово здесь защищена околоколлекторная зона. Полностью залита композитным составом. Делаем замер ротора. Диаметр корпуса обмоток 35 мм. Длина корпуса обмоток 30 мм. Диаметр коллектора 23 мм. В аккуратности проработки статора тоже сомневаться не приходится. Хорошо сделан. Даже за пластиковые держатели не забыли. Опорные подшипники ротора фирменные. В нашем случае марки CNU. Спереди и сзади установлены 608. Ну и теперь рассмотрим ведомый вал. Здесь никаких втулок. Вал установлен на двух шарикоподшипниках. 608 задний, 6000 первый передний. И это обстоятельство большой плюс к карме этой дрели. Смазки в редукторе, как видите, вполне достаточно. Вообще-то я сторонник теории, что дешево, качественно не бывает. В случае с штурм Айди 21508-10К моя теория дала сбой. Если хотите, это то самое исключение, которое есть в каждом правиле. Дрель получилась действительно очень добротной. И обладая вполне усредненным дизайном, по факту выгодно отличается от многих конкурентов за счет конструктивной проработки деталей. Инструмент можно смело рекомендовать к покупке. Если не требовать от него запредельного, разочарованы не будете. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о данной модели. И делайте выбор осознанно.